так запись пошла всем привет спасибо что сегодня пришли и я сейчас сразу демонстративно закрываю чат правда вам это не видно но я больше у него смотреть не буду пока пока что не буду смотреть все вопросы которые у вас будут сохраняйте до конца вещания а сначала должен отчитать то что я подготовил отвлекаться я не буду так второй вопрос административный сегодня кода не будет мне многие жаловались что и так еле все понятно еще и кодить начинают так вообще засыпают сегодня будут примеры теория и примеры так так начинаем меня зовут павел гиденко я сегодня вам буду рассказывать как применяется питон пайплайне cg пайплайне начнем с того что такое пайплайн перед вами абстрактная схема какого-то пайплайна может быть это мультипроизводство реклама или постпродакшен это неважно любой пайплайн делится на какие-то части производственные этапы и каждый этап делает отдельный человек ну чаще конечно много людей но это не важно важно что каждый этап часто делается в разных софтах а иногда и один и тот же этап этап может делаться в разных софтах так какие основные моменты возникают при построении пайплайна допустим есть человек который пришел в студию где делается такой производственный процесс ему сказали нам нужно построить пайплайн у него стоят основные задачи первое я разделил их на два типа глобальные переменные и проектная среда сейчас я объясню что это такое если посмотрим на эту схему то здесь представлен процесс производства одного проекта то есть проект проходит по какому-то по каким-то этапам от скетча до композитинга и там вывод в продакшен так и каждый этап происходит свое время и они где-то пересекаются по времени то есть пока что-то уже на скетч или там продолжают рисовать пошел уже моделинг первые модели появились уже начали рик делать и так далее так вот первая задача для человека который занимается пайплайном это обеспечить мягкость перехода вот в этих зонах то есть софты используются разные нужно из одного софта перебросить данные в другой так второй момент это максимально сократить время которое тратится на конкретный элемент производства то есть сделать так чтобы люди работали быстрее не за счет того что они быстрее руками двигать начинают за счет того что они не делают лишней работы так начнем с первого глобальные переменные эти переменные они позволяют запускать программы в которых мы работаем некой такой среде где объявлены настройки уже заранее для вашей программы но основная ее задача чтобы у всех работников которые на студии работают чтобы они были у всех одинаковые то есть загружаются те настройки проекта может быть конкретного даже проекта которые записаны где-то там администратором и все должны их учитывать например fps какой-нибудь или размер кадра далее модули но это имеется ввиду скрипты плагины все что написал рендер отдел для своей студии это должно быть централизовано сидит человек пишет скрипты у всех они сразу же обновляются это достигается благодаря как раз загрузки софта с определенными глобальными переменами второе проектная среда то есть когда программа настроена на конкретный проект здесь я могу предложить два основных момента это корень проекта и внешние данные корень проекта означает что софт должен знать в каком проекте он работает каждом софте есть такой параметр job или project не важно и относительно этого проекта берутся все пути к исходникам а также пути куда сохранять результат кроме того данные могут лежать вне проекта это внешние данные ну например проект у нас находится в некой папки внутри папки есть папка для композа для 3d графики для звука там для рисунков так далее каждый софт смотрит в свою папку допустим нюк смотрит в папку композную но человек который там работает он же должен иметь доступ к референсам то есть ним должен знать где и лежат внешние данные те же референсы вот и в чем здесь основная задача в том чтобы сам исполнитель сам специалист он не занимался путями то есть те скрипты и тузы которые ему помогают в работе они все за него делают он не должен вообще касаться вопроса где чего лежит нажимает кнопочку открывается референс нажал кнопку допустим рендерщик рендеры пошли куда нужно если человек не занимается вопросом путей то можно сказать что пайплайн хороший это связано с тем что люди часто ошибаются могут чего-нибудь куда-нибудь не туда закинуть или называть неправильно в результате на следующей стадии человек уже получит не то что ожидает то есть некая непредсказуемость а компьютеру что скажет что он и делать безошибочно всегда одинаково так вот задача пайплайн менеджера или тди директора состоит в том чтобы написать все это окружение перемен и путей чтобы люди как можно меньше соприкасались с тем где не могут так ошибиться что проект может завалиться ну чаще всего это с путями с именованием файлов и так далее так в этом построение пайплайна чаще всего используют питон почему именно питон во первых он широко распространен он есть практически во всех 3d софтах даже 3d max уже его в периле и все больше получает это распространение некоторых софтах его нету и наверное не будет может быть из соображения из тех соображений что он нам не нужен или стандартных средств вполне достаточно а может со временем ставят фотошоп например какой нибудь вот второе это широкие возможности на питоне можно делать очень многое можно писать интерфейсы как внешние так и встроенные в программы конкретные можно работать с сетью с графиками можно подключать сичные библиотеки или те расширения которые внутри написаны на си можно писать обертки для сичных библиотек некоторые программы например foundry они написаны на таком фреймворке называется qt до которого мы еще дойдем так вот можно использовать библиотеку которая работает с этим типом интерфейсов соответственно получить полный доступ к интерфейсу этой программы ну и так далее питон находясь в разных местах остается все тем же питоном и значит имеет доступ ко всем тем же возможностям например если он работает сетью там две-три строки можно написать простой коннект то я запросто могу в мае создать порт где-нибудь там в блендере его открыть и передать какие-нибудь данные это вот основная его сила потому что он везде сущ например если сравнить его с мэлом то мэл только в майке существует нигде больше его применить не получится это язык именно майского ядра и автодеск не зря вставили туда питон это очень расширило возможности майски так ну давайте теперь перейдем к примерам начнем мы с передачи данных так открываем допустим майку я сделал три таких типа как можно передавать данных данные между софтами их часто называют коннекторами на самом деле типов он коннектор это как бы частный случай первый случай это буфер обмена то есть передача через буфер обмена ну например открываем кунь сцену так есть у нас некоторая сцена есть какая-то динамика ну анимация даже не важно что динамика просто анимация мне нужно это перекинуть в нюк по-быстрому я знаю что есть различные варианты я просто показываю конкретный способ для конкретной ситуации так вот мне нужно перекинуть анимацию этой камеры в нюк да я посидел написал для примера такой скрипт я выделяю камеру выделяю нужные мне каналы так экспорт и копирую кривые для нюка чего то произошло скрипт работает пока нюк запускаем так майка говорит что один объект скопирован это камера окей я не зря сказал что буфер обмена сейчас я открываю скрипт эдитор допустим нажимаю control v видите сколько нагенерила майка чего то каких то данных удаляем это так и в нюке говорю paste my cars что то сам создалось окей видите что создалась нода но ops и rotate и транслейты здесь сохранены уже как анимированные кривые мне остается создать камеру и законнектить эти данные rotate на rotate translate на транслейты и не забываем поставить нужный ордер как в майке окей все анимация перекинута далее мне остается только выделить все остальные объекты и сделать то же самое так я не выделил каналы готова нажимаю ок вернись так закрыли закрыли нажимаю вставить окей появилась куча каналов которые мне нужно теперь создать боксы за коннектик ним в общем долгий вариант потому что делался он по-быстрому и на этот случай есть другой скрипт значит смотрите вы знаете наверняка что если нажать выделить ноду нажать control c то нюк в дуб буфер копирует некий скрипт который позволит мне создавать ноды скажем другом окне нюка если я выделю другое окно нажму control v создастся те же ноды которые я выделил так что нам мешает генерить в майке сразу этот скрипт и вставлять в нюк уже готовую сетку ничего не мешает запускаем другой скрипт этот скрипт уже с креатив краша скачен так да время рипа экрана раза в три все дольше происходит так выделяем нужные объекты и говорим generate нюк скрипт в данном случае он записывает данные немного иначе но тоже использует буфер обмена при этом генерит готовый нюковский скрипт который я могу потом здесь прямо написано нажмите в нюке control v могу просто вставить в нюк нажимаем control v получаем сразу готовую сцену уже с объектами с камерой всеми делами с анимацией так ну этот способ через буфер обмена как видите полуавтоматический нам все равно нужно нажать там control c тут control v здесь кстати он через секвенцию обжей работает скрипт старый наверное если бы сегодня его делали использовали бы полембик так допустим мне нужно это как то побыстрее и более автоматично окей делаем следующее берем эту камеру так сейчас я майку в сторонку создаю специальную ноду называется майя клиент так лайнер камера потом клиент нажимаю кнопку set transform просто с камеры коннектится трансформы транслейт и ротейт теперь нюк сюда здесь есть нюк сервер так видите здесь такой параметр как порт то есть мы теперь перешли к типу передачи через сеть здесь я создаю сервер здесь я коннекчусь к этому порту к серверу как только я начинаю двигать камеру видите обновляются данные в реальном времени мне остается открыть камеру удалить здесь анимацию и законнектить теперь отсюда раз два закрыли здесь включили из камеры и здесь из камеры так и получаем live connect то есть питон через сетевой порт оперативно передает данные на самом деле видите пока я не отпущу мышку он не передает данные то есть он только по факту изменения атрибута это все конечно исправляется можно и в реальном времени все это запустить но для этого нужна реальная задача вот именно такой коннект даже с обновлением по отпусканию мыши я лично не могу придумать применение а так что прям в реальном времени ну разве что автодески пишут чтобы показать что они так умеют из мошенбилдера в майку передавать а так нам нужна реальная задача тем менее это все выполнено чисто на питоне нода которая здесь сделана она ничего не делает не только есть атрибуты в которые я коннекчу и питон их считывает то же самое в нюке нода ничего не делает все делает питон ну питонский скрипт который сидит внутри получает данные и присваивает этим кнопом значения так далее следующий пример в больших студиях бывает так много народу что они сидят даже там на нескольких этажах что мы используем обычно в этих случаях мы используем скайп или аську для общения этих людей передачи данных каких-то оперативных и так далее я сейчас покажу пример аналогичный для таких ситуаций так допустим приходит админ на работу запускает сервер у него появляется кнопочка которая говорит что у вас запущен сервер так приходит потом другой товарищ вот здесь посидит он пришел второй поэтому запускает только клиента но этот тоже клиента запускает и коннектимся мы говорим что это супервайзер какой-нибудь а это майя юзер все у нас есть теперь внутри студийный майечный чат который позволяет общаться юзером через интерфейс в майке ну спросите зачем это нужно у нас skype есть да а плюсы здесь два во первых если я пишу этот чат сам я могу впилить в него абсолютно любой функционал который мне вздумается на что хватит хватит фантазии и усидчивости чтобы его воплотить а во вторых этот чат все таки находится сейчас внутри майки значит он имеет полный доступ к функционалу майки например есть какая-нибудь картиночка здесь да этот товарищ говорит вышли мне пожалуйста картинки окей берет перетаскивает картинку сюда в чат у него появляется кнопочка приема файлов жмакнул все текстура передалась какое-то изображение к примеру то же самое наоборот у этого есть картинка передал этот получил все это работает по сети я конечно сейчас показываю на одном компьютере но это все работает через порт сетевой то есть внутри одной локальной сети так а тут приходит товарищ композер откройся так он тоже хочет что-нибудь получить открываем нюкчат теперь у нас есть социальная панель называемая нюкчат коннектимся он говорит привет всем ты тоже получи нажимаем нюк получаем ноду read в чем здесь прикол на самом деле этот виджет и этот виджет это один и тот же виджет одно и то же окошко но будучи записанным в одном запущенным в одном совсем он определяет где именно он запущен и в зависимости от этого он выполняет определенные действия например вот в ноде в нюке нет такой возможности перетащить ноду сюда видите она съезжает поэтому здесь есть менюшка которая позволяет что именно передать убираю тут появляются кнопочки далее приходит админ какой-нибудь у него стендалон то есть тот же самый виджет только стендалон и весь тот же самый функционал берет файлик тащит все остальные получают раз два все получили эту картинку но вы понимаете что у меня этот пример простой и передавать на самом деле можно что угодно здесь у меня реализована передача только пути к файлу я могу передавать и шейдеры и геометрию и на что только хватит фантазии можно даже задачи передавать так конкретным исполнителям можно много чего можно в общем далее если вам требуется не локальный чат такой а через веб то здесь немного другая система вам придется сервер делать именно онлайновый либо арендовать сервер устанавливать там какую-то базу либо использовать готовый сервис такой как джаббер например у гугла есть готовая библиотека для питона очень простая которая позволяет ну позволит вам написать свой джаббер клиент это не так сложно как кажется можно даже в интернете найти готовые решения так ну с файлами сетью пока закончили переходим к файлам файловая передача это самый популярный на данный момент тип передачи потому что действительно прям в реальном времени редко требуется что-то передавать обычно один человек закончил работу сохранил другой приходит забирает результат продолжает работу какие здесь есть варианты опять же три варианта первый вариант это какие-то стандарты то есть файлы которые пишут серьезные дядьки с расчетом на всех например fbx пишут автодески они сейчас впиливают в этот fbx все больше и больше функционала там и скин можно передавать и кривые и свет черт и чё другой вариант там alembic новый формат который можно самостоятельно расширять даже с тем же питоном еще есть общ очень популярный который наверное уже везде есть ну и так далее эти примеры я уж не буду показывать я думаю всем и так понятно второй вариант когда один софт знает какой-то формат а другой нет вам нужно один софт научить или записывать этот формат или считывать например открываем майку нам нужно передать эти боксики в гудине вот прям в таком виде как они есть с динамикой да какой первый вариант приходит на ум это fbx ну там больше кроме как alembic да больше ничего так и не придумается но у каждого есть свои ограничения alembic пишет в один файл но майя мало чего не может него может записать только писать свои расширения именно для alembic fbx пишет в майский кэш гудине его счастью понимает конечно но когда я импортную fbx в гудине вы наверное знаете получится такая развернутая сетка где очень дофига нот и каждый обычно пишет скриптик который среди ноты собирает как-то адекватно я посидел полгодика и написал свое решение это скрипт который пишет сразу в формат который понимает гудине который родной для гудине гео формат сейчас попробуем написать чего-нибудь сразу в гео даже и его основная особенность в том что он пишет дофига данных можно любые атрибуты скидывать группы или делать по любым по многим алгоритмам и так далее и в гудине это сразу придет либо с секвенцией обжей либо с mdd кэшом который гудине тоже понимает нативно то есть в этом случае я научил майю понимать общ формат и так чтобы гудине это прочитал без всяких дополнительных плагинов теперь если скопировать путь открываем гудине геометрия вставляем так и ndd кэш только мдд и пожалуйста если я жмакну так сейчас не тупить жмакну какие-нибудь там нормали кризы материал по материалам группы и так далее все это появится гудине плюс можно передавать кривые партиклы какие-то пивоты и так далее вот теперь обратный случай допустим у меня есть эта штука мне нужно передать обратно в майю из гудине сейчас я скопирую пару раз допустим так что-то здесь изменилось к примеру и произошла какая-то динамика ну еще ground plane так кубики посыпались мне это надо передать обратно в майку я пробовал через олембик майка сложно понимает то что гудине создает то есть ей есть некоторые проблемы нужно с настройками там повозиться поэтому я нашел один урок в интернете и прям написал такую штуку можно сказать под диктовку это нода которая понимает mdd кэш в майке так заходим мы проджект какой-нибудь там кэши бокс с 2 у нас 100 кадров хватит рендер есть а теперь это просто сохраняем и можно было также через роб просто сохраняем как обж например есть теперь в майке новая сцена все это забираем кэши кэши боксы так и накидываю ноду мдд кэш так сюда нужно вставить вернись вот вот этот путь так кубики посыпались что характерно все это написано на питоне читалка имеют мдд кэша то есть я теперь научил майку понимать кудинский какой-то формат далее третий вариант когда ни один софт не умеет понимать не умеет читать и не знает чего от него хотите какие-то данные для этого у меня есть пример следующий так не туда dvg автокад план который чертил какой-то архитектор и чертил как умел в автокаде как известно питона нет я там потыкал его скриптинг кое-как ничего не вышло вот здесь такой план есть тут дофига всяких данных полоски и все что есть о высоте это вот эти метки называется аннотации высота здесь в 3d не задано полоски нарисованы не линиями а какими-то полигонами кусками то есть вытянуть отсюда что-то сложно тем не менее я покопался в интернете и выяснил что есть такая программка arcgis которая содержит внутри себя конвертер и конвертит он в джейсон может dvg конвертнуть джейсон джейсон это формат даже не формат а стандарт такой он позволяет записывать любые данные определенной структуре вот вся задача этого джейс арт гиса была в том чтобы прочитать файл и все что там есть запихать в этот джейсон получилась 13 мегабайт данных если мы откроем получим большой файл так не туда он очень похож на питонский синтаксис но здесь принцип очень простой значение там ключ значения ключ значения так и то что мне нужно было сейчас промотаем вниз ну вот они это экспорт экспортнутые аннотации здесь есть x и y где они находятся и есть 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 тут текст вот он высота не знаю видно ли на записи сейчас пробую крупней в виде текста высота то есть текст аннотации в принципе этого достаточно тут куча данных но мне нужно только три этих параметра что я сделал открываем гудини так я написал очень простой там буквально 10 строчек код который считывает этот файл исходя из данных в нем написанных создает геометрию вот то есть он берет координаты и высоту и создает точечку вот и все вот на это нода вот он этот код здесь несколько строчек кроме того еще по моему он а нет здесь еще не делает сейчас позже будет дальше нехитрые операции какие-то гудинские в результате получаю mesh не очень конечно четко в плане контуров да но что получилось вытащить то и получилось уже что-то для архивиза этого часто бывает достаточно обычно я слышал что архивизеры делают скриншот плана и потом ручной это обводят а здесь на те автоматически вот другой пример где все обстояло получше намного лучше удалось вытащить и кривые и полигоны ну правда опять же в виде кривых но кода от этого больше не стало сейчас грузится вот видите уже остановились кривые в самой самом файле было очень много слоев поэтому я смог их раскидать по группам эти слои например я смог вытащить топосъемочные линии топосъемку опять же нехитрые операции и получается ландшафт у нас готовый другой стороны остается куча данных о домиках улицах и так далее все они раскиданы по группам цвета говорят о том что каждая группа имеет свои данные например вот это наверное тротуары то есть еще немного понаделать ноты можно восстановить целиком город ну какой то участок участок города вот это пример того как я пишу полностью и свою свою записывающую сторону и считывающую правда записывающие мне помогли если она уже есть зачем ее переписывать заново так я думаю с файлами пока все перейдем к следующему то есть даже с передачей данных пока все перейдем к следующему моменту хотя можно вот как подытожить если вам нужно передать из одного софта в другой какие-то данные и вас не устраивает то что поддерживает имеющийся формат то сегодня дописать его или написать новую не так уж и сложно ну относительно конечно если вы вообще в этом не варитесь будет немного затруднительно хотя бы стартануть а если вы уже писали какие-то простые скрипты вы заметите как на самом деле просто сделать что-то такое значительное кода здесь смотрите совсем немножко и все так мы перейдем к следующему это пайплайновые штуки всякие ускорялки помогалки и так далее первый пример так часто когда человек начинает изучать тоже программирование у него возникает желание написать какой-нибудь менеджер ассет менеджер какой-нибудь я сам через это прошел пытался все структурировать делать библиотеки и так далее так удобно жмакнул тебе сразу закинулась какая-нибудь штуковина сразу сцену такой простой пример мы же работаем с питоном а в питоне очень много встроенных модулей в том числе работа с сетью очень простое окошко чего она делает набираем гугли какой-нибудь запрос картинки только небольшие чтобы нам побыстрее какая-то текстура забираю путь вставляю вставляю нажимаю лот текстура загружается из интернета и вставляется сразу мне в проект при этом кладется в правильное место в проекте мелочь такая но уже сокращает кучу времени на сохранение текстуры потом загрузку и так далее причем здесь можно еще ее расширить правильно положить в правильное место в какую-нибудь библиотеку имя задать и так далее ну вот пример посложней тот же asset manager так примеры онлайн asset manager это текстуры которые лежат у меня на локальном диске в проекте где-то я могу жмакнуть сказать импорт но у меня появляется в гипершейде это все понятно также у меня есть сейчас открываем файл зила это штука которая с ftp работает я захожу к себе на сайт images я здесь создал такой такую папку это типа онлайн библиотека если вы работаете с удаленными фрилансерами то вполне возможно что могут потребоваться различные онлайн библиотеки тех же текстур моделек и чего угодно и очень удобно делать такую библиотеку допустим админ ее делает а все остальные просто жмакают специальную кнопку и она все синхронизируется так открываем отчет и жму синхрониз подключается к ftp закачала то что там есть отправляет то что здесь есть и обновляет список теперь я синхронизировался с ftp на текущий момент могу использовать эти текстуры зайдем сюда обновим текстуры появились на сервере такая вот незатейливая туза она очень простая сейчас я вам даже ее скину потом но развивать можно конечно ее сильно то есть можно и структурировать здесь и древовидные какие-то структуры делать и по папочкам все раскидать она как видите в визор тоже засунуто обычный майский не только текстуры можно целые сцены здесь хранить с превьюшками и так далее так другой пример я рассказывал в самом начале как полезно когда человек сам исполнитель не занимается работой с путями к файлам есть такая сценка здесь ну та же самая сценка только уже забейкана анимация так и мне ее нужно отправить на рендер что в этом случае обычно делают открывают сеттинги вбивают какие-то параметры размеры и так далее и нажимают там batch render да для нормального производства если вы не хотите сюрпризов получить от тех же новых вновь прибывших людей им лучше выдать одну кнопку которая делает все за них и делает правильно например для арнольда именно я написал такой экспортер который очень заточен на конкретные действия в сцене есть секвенсор так здесь несколько камер причем в разное время они работают в майке нет по дефолту возможности рендерить прямо из секвенсора вот здесь у меня указаны шоты указаны слои я выделяю нужные допустим вот так нажимаю экспорт все экспортится с учетом таймлайна на секвенсоре и еще помимо самих кадров экспортится множество данных таких как нужный кадр в секвенции где лежат текстуры к этим объектам чтобы я мог релятивно допустим подключиться с другого компа рендерить и так далее открываю рендерилку рендерилка сразу знает где чего находится то есть видите да нет указания куда сохранять как имя указать и так далее просто нажал экспорт здесь то же самое указал в каком проекте работает софтина уже знает где чего искать мне остается только нажать рендер и пошел рендер из настроек тоже минимально чтобы комп не вис там ядер чуть-чуть поменьше поставить или предпросмотр все далее все автоматично вот это вот очень полезный для пайплайна пример когда вы исключаете человеческий фактор когда человек может просто ошибиться написать неправильно и скрипт скажем или просто человек работающий в нюк и чего нибудь где нибудь не найдет так ну с этим закончили теперь от общих пайплайновых переходим к частным инструментам для конкретных специалистов на прошлом касте я рассказывал про мелочевку всякую как просто на питоне написать в три строки какую-нибудь полезную штуковину ну типа сейчас пару примеров покажу по-быстрому например если у меня есть из макса модель так где-то я ее сохранил здесь а в максе очень часто любят сохранять с русскими буквами мы получаем в результате вот такие названия сидим переименовываем да очень легко написать такую тузу которая просто делает нам транслит переименовывает правильно если взять нюк к примеру тоже популярные какие-нибудь задачи можно автоматизировать где-то наши картинки к примеру есть иксарка в ней есть куча слоев мы хотим эти слои раскидать по ну там через shuffle и индивидуально покорректить что вручную не делать жмакаем кнопочку и каждый слой у нас через shuffle выделен отдельно прибавим grade сюда пожалуйста сиди крути каждый отдельно то же самое можно сделать для склейки но склейка обычно уже индивидуально делается поэтому здесь это не прикручено но вот это мелочи сегодня мы поговорим о других тузах которые основаны на API то есть различные ноды парочку покажу кстати просили про риг показать тоже единственное что могу сейчас предложить это быстрый авториг авториги очень популярны и они делаются легко выделяем два локатора заходим в спайн риг допустим у нас готов риг в данном случае только спины для примера которые я вам скину тоже а в полноценных авторигах есть все нужные детали интерфейс где можно выбрать какой элемент сколько пальцев какой элемент куда расставить и так далее обычно они тоже строятся на локаторах ставите локаторы в нужные места жмакайте кнопку даже уделять ничего не надо все работает по именам файлов ой именам объектов конечно так ну здесь в этом конкретном примере что показательно если я скажем подвинул локатор видите ничего не происходит да я вот хотел подвинуть локатор чтобы джойнтов стало больше ничего не происходит потому что скрипты они разовые разового исполнения то есть бахнули что-то все заработало а если вам нужно процедурное что-то то есть вы изменяете исходные данные она подстраивается это уже делается с помощью нод например если у нас есть объект какой-то заанимированный нам нужно сделать повторить эту анимацию еще на десять тысяч объектов вот к примеру объект простая анимация так нам нужно повторить еще на десять тысяч объектов мы просто берем коннектим эту же кривую в тот же атрибут так а если нужно немного софсетом времени сделать для этого нам может помочь нода нода которая называется ретайм она написана на питоне здесь есть возможность рампом крутить как именно они запаздывают насколько диапазон этот запаздывание вперед там или назад перегоняет и так далее по дефолту таких возможностей нет но написать ноду эту довольно довольно таки не сложно подключу подключу еще одну крутилку теперь она еще и крутится так включая ноду вторую и у нас получается ретаем по двум плоскостям по двум кривым можно сказать если здесь выровнять все вот нода это она написана на питоне не очень то грузит процессор потому что считывать с кривой не так уж и сложно теперь мы берем эту кривую graph editor можем ее править в реальном времени и видеть результат то есть все отрабатывает именно в реальном времени благодаря тому что мы используем именно api а не простой скрипт другой пример расширение функционала вот такой control видите что это нода обычно но с необычным видом в нее запилена возможно допустим толщины изменения линии толщины линии какие-то различные формы это все тоже сделано из обычного локатора только с расширенными возможностями кроме того у нее есть такая черная фигулина она уже написана на pyqt который мы скоро подойдем если на нее навести мышкой открывается такой интерфейс где я могу крутить какие-то настройки конкретно этой ноды в данном случае для примера scale это атрибут на этой же ноде ну еще дубликей могу нажать чтоб две штуки получилось вот еще один пример к примеру есть у нас кривая я думаю довольно частые задачи и заготовленная моделька какой-то объект нам нужно этот объект оперативненько раскидать вдоль этой кривой неважно как она выглядит просто нужно скопировать вдоль чтобы она смотрела правильно по направлению кривой можно написать такой скриптик object along carve выбираем допустим сколько штуках надо поехали есть объекты раскидались при этом мы получаем инстансы которые можно крутить и все это оперативно будет отрабатывать в плане формы объекта но если я двигаю кривую ничего не происходит если я меняю ее форму тоже ничего не происходит потому что опять же отработал просто скрипт который разово разово фигакнул и забыл можно при помощи даже стандартных средств я думаю собрать такой setup который заставит эти объекты прикрепиться к кривой сидеть на этой кривой постоянно если она меняется вот с количеством объектов уже будут проблемы на этот на этот случай приходит нам опять api и сейчас покажу object along carve нода в этом случае у нас создается специальная нода которой я могу задавать оперативно и количество и различные настройки и все это отрабатывает включая положение кривой это реализовано за счет двух нод первая нода я писал для другого плагина который писал Алексей смоленчук сейчас покажу сетку вот его нода она занимается копированием меша типа инстансер только мы получаем не инстансер а реальный меш шейпу так а это нода которую я сделал на питоне она считывает данные с кривой чтобы передать инстансеру данные как и где я хочу расположить меши соответственно при изменении кривой которая воткнута в эту ноду обновляются данные в этой ноде обновляются данные в этой ноде мы получаем финальную шейпу уже измененную то есть возможности ну функционал ноды именно в этом и состоит оперативное обновление данных я сейчас скину ссылки которые сможете почитать потом именно по поводу и этой ноды и других возможностей опи так далее вернемся сейчас секунду переходим теперь в гудине это спрятали закрыли спрятали это не надо спрятали открываем гудине гудине питон на сегодняшний день встроен я считаю что лучше всего то есть ноды можно писать ну как сказать не только ноды можно писать но и скажем экспортер на рендер он собственно на питоне и написан все дефолтные кнопки уже написаны на питоне если мы откроем любую скрипт здесь питонский скрипт можем открыть его на диске так смотрим питон 2.7 вот этот откроем откроем вот видно что здесь тоже все на питоне написано в отличие от май где написано все на мэле на своем языке гудине не на edge скрипте а на питоне все уже так вот со скриптами различными автоматизирующими работу все понятно там на генерить нод задать их параметры я думаю это всем известно если не известно это довольно просто можно посмотреть в интернете там или на вот этом ассет браузере вот мы посмотрим какие ноды можно делать заходим в файл new operator type переходим в режим python и смотрим список доступных операторов это object operator это ноды которые работают на уровне сцены потом geometry operator это SOP операторы работающие с геометрией композитинг генераторы фильтр ноды которые могут генерировать изображение или как то его изменять динамический оператор и solver оператор это новый динамический объект типа close объект или rbd объект а solver это считалка самой динамики вот начнем по порядку простые примеры так jiggle нода которая создает ноду на уровне сцены если здесь видно написано сцена ну вот объектный контекст она делает просто jiggle анимацию с play нажмем локатор начинает носиться если если мы подключаем сюда камеру допустим так где у нас тут размер что-то ее перевернуло отключим ротейты камера начинает носиться за этой ноды внутри внутри ничего здесь нет это просто геометрический объект который рисует сам локатор так а все вся начинка находится в коде питомский код и он здесь состоит из сколько здесь три строчки ну еще функция которая перемапливает зависимости от амплитуды она чисто для амплитуды сделана рефит все сделано в три строки тык то есть у меня задача в питоне собрать некую матрицу и я получаю любые любую анимацию наружу это полезно делать когда у вас анимация приходит в каком-то формате даже тот формат который вы сами написали к примеру там из блендера или еще чего-то просто обычный текстовый файл а внутри ноды питоном вы открываете файл находите нужный кадр вставляете в матрицу таким образом передаётся анимация оперативно очень полезно питоном при этом не занимать файл чтобы тот кто находится в блендере быстро нажал переэкспорт у вас тут же все обновилось и ничего делать для этого не нужно чтоб обновилась анимация именно в гудине так следующий тип оператор геометрические создаем геометрию здесь конечно больше всего возможностей поэтому и примеров у меня здесь больше ну например специально для сегодня я сделал такую штуку берём сферку конвертим её в volume так это у меня тут эффекты отключены так скрипт скатер и получаем кучу точек так делаем их чуть побольше чтобы вам видно было вот а это надо все что делает это красит их по HSV рампу по кольцу то есть получает доступ к каждой точке рассчитывает её координаты и соответственно с этим даёт ей по RGB потом конвертит в HSV HSV ой как же его вот ну и сверху вниз по яркости смотрим количество кода совсем немного практически весь код находится вот здесь HSV она она работает с точками другой пример тоже простой но полезной это практически первая нода которую я написал на питоне она раскрашивает объекты в зависимости от группы в которой она находится это ещё когда я писал экспортировалку группы из майя она мне очень помогла есть допустим объекты включись assembler assemble создаём группы и здесь получается куча групп но чтобы завизуализировать очень легко и быстро можно написать где же она сейчас колорайз надо которая раскрашивает нам объекты в зависимости от того где находится в какой группе находится этот объект и опять же по рампу этот алгоритм еще несколько раз у нас будет в примерах далее также питон может применяться не только в обработке геометрии но и в самом ассете на примере если возьмём такой ассет редтаймер к примеру сам функционал здесь нодами собран вот здесь немножко нод включая эту раскрашивалку а не это не раскрашивалка это рандомилка групп кстати тоже на питоне написано вот это всё обычно накидано с помощью Type Property Parameters просто накидано но также в ассете есть скрипт который обновляет интерфейс находящийся здесь видите здесь ничего нет в зависимости от того что я выберу здесь либо рамп либо слайдеры это для ритайма сделан ассет и это всё делается с помощью питона больше здесь никак не сделать именно изменения интерфейса ноды так что-нибудь из сопа ещё более-менее полезного ну я думаю все остальные у меня такие же простые будут они они обычно реализуют то что на нодах либо дольше делать лично мне например abnormal это такая штука которая генерит вектора на кривой так как мне нужно какая-нибудь кривая включить то есть я не стал заморачиваться с нодами взял и сделал так как мне нужно было просто на питоне потому что это просто мне быстрее было сделать так включаем нормали так довольно все мелко получается удалим к геометрию вот нормали смотрят вдоль кривой но не просто вдоль кривой если мы применим ноду point и там hdir то она смотрит из этой точки в следующую а это смотрит видите как касательная то есть более правильные нормали по отношению к прямой к тому же здесь есть app вектор сразу же генерится в целом ассет был сделан нода была сделана для того чтобы копировать делать трубы то есть теперь беру циркл какой-то копия нет цирка у меня полигональный вот и и все штуковины эти смотрят правильно вдоль кривой без флипов есть есть такая галочка а нет она и так по дефолту всегда без флипов по моему да ну далее скин просто накидываем получаем трубу скажите что и по дефолту так можно сделать конечно но кое-чего не хватало пришлось этого дописать я вам скину могу скинуть эту ноду можете посравнивать здесь например есть рамп который подкручивает зависимости от длины то есть все это сделано на питоне если открыть код разбирать его конечно не будем здесь достаточно много всяких штук заделано так ну ладно если мы говорим о больших массивах геометрии то здесь стоит задуматься о хдк то есть на си написать тем менее питон это тоже может переварить только будет все несколько подольше раз десять двадцать в частности если делать на питоне не только создание векторов но и сам мэш то это нужно подумать может все таки сделать это все таки на си вот или использовать inline от cpp это модуль который позволяет в питон именно в гудине в питонские ноды вставлять сишные функции примеров у меня по нему нету и не успел сделать под конец могу рассказать с чего начать его применение а пока поедем дальше переходим в следующий контекст коп оператор на питоне также можно создать операторы которые работают с изображениями опять наш алгоритм для рампа здесь уже побольше операцию он производит 320 на 240 умножаем и смотрим сколько раз нода выполняется дофига если здесь указать побольше разрешение скажем по дефолту тут 640 да вставляю ее сюда рамп сохраняет вот целую секунду думал так здесь также реализован по кругу рамп и чекер чекер просто чекер делает смотрим сколько всего пришлось написать не так уж и много вот квадратный рамп круговой рамп чекер чекер остальное все от преобразования и часы в rgb чтобы показать и считывание параметров а это по по дефолту уже есть resolution просто дублирует разрешение по входящему коннекту по импуту здесь в таких именно операторах в коп операторах стоит задуматься о использовании numpy numpy это библиотека которая очень быстро работает с большими массивами данных в частности с изображениями вопрос был как установить numpy в Houdini в Houdini не надо его устанавливать он есть по дефолту просто пишите import numpy и используйте opencl да, нужно установить но я с ним не работал ничего не могу сказать но знаю только что это классная штука следующий пример переходим в доп.контекст так у меня по-моему даже была сцена заготовленная нет кажется нет ну не страшно сейчас быстро набросаем что нибудь к примеру есть это удаляем есть боксик потом этих боксиков у нас становится много много сейчас доделаем так скаттером делаю кучу боксиков но не такую кучу пока поменьше так и разбрасываем их через rbd так полетели нет не полетели теперь надо нажать еще enter вот autodop network полетели я все поменьше сделаю потому что запись все таки сжирает ресурсы она еще двойная кое-как полетели а ground plane получаем какую-то динамику вот и в эту динамику мы можем вклиниться с помощью питона заходим dot network так вот он объект solver делаем multisolver сюда и открываем наш питонский solver вот сюда тут какой-то ворнинг появляется на самом деле он не мешает хотя с ним бы хотелось бы разобраться вот и все что делает эта нода питонская она не пускает кубики на землю отталкивает их вверх то есть вот без ноды попадали вот с нодой то есть я с помощью питона забираю данные доп network доп данные их изменяю кладу обратно это классно что сайды так сделали такую возможность потому что часто чем забирать это из нод быстрее и проще написать на питоне весь мой код вот он это и все ну что тут проверить высоту да поменять велосипед все остальное оно было при создании это это таки функциональные ноды функции специальные для передачи данных вот этих данных ролик вот и все кода немного в принципе вот и подумайте какие тогда стоят возможности вы можете в питоне будучи в питоне да запросить данные скажем сайта какого-нибудь или через сеть или управлять этим через порт или через из другого софта какого-то и рулить динамикой ну именно динамикой конечно перебор ну что real time здесь будет не очень все-таки порт штука не такая быстрая но это смотря конечно как сделать и плавно плавно переходим к следующей теме так открываем такую сценку это сейчас диск раскрутиться призадумался так здесь ничего нет потому что все в out контексте мантра ноды кто рендерит наверно знаете как порой бывает неудобно вот с этими штуками работать вот этой портянкой имидж плейнов да хотелось бы что-то сделать более удобное вот я посидел по кумехал по просьбе товарища написал вот такую штуковину она написана на пайкете то есть мы сейчас переходим к пайкете первый пример будет в гудине потому что кроме этого примера ничего нету гудине с пайкете очень сложно если хотите могу рассказать почему но пока давайте посмотрим что эта штука мне считывает имеющиеся в сцене ноды и показывает ее имидж плейны ну можно выделить несколько нод так я могу выделить несколько параметров и изменить их например мантра 1 так флот то же самое с именами большая задержка все таки присутствует но не страшно вот более как-то интуитивно и понятный вариант работы именно именно с этими имидж плейнами то есть я добавляю уже новый функционал в гудине так где что поменялось а его же надо включить включаем включаем а вот оно изменение вот ну примеры довольно простой тем не менее полезно я его буду еще доделывать как-нибудь потом выложу вот на этом с гудине пока закончили давайте рассмотрим что же такое PyQt так работай PyQt википедия набор 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 привязок графического фреймворка Qt для Python то есть обертка что такое Qt это крост платформенный важное слово инструмент разработки ПО на языке программирования C++ ну есть также привязки которых мы начали так здесь важно что PyQt практически полностью реализует возможности Qt то есть все что мы можем написать на C мы можем написать и на Python да это будет работать ну теоретически медленней но для юзера большинство этих команд которые медленнее работают незаметно то есть это не графический движок где нужно каждый кадр миллион операций вычислять а если вы жмакнули кнопку выполняется какая-то одна операция выполняется ли она за 001 секунду или за 002 секунды для юзера нет разницы поэтому писать на Python это довольно выгодно по времени в плане разработки плюс он не компилится а сразу прям работаете где угодно кросс платформенно так и давайте посмотрим примеры на Python начнем с майки так сейчас я ее перезапущу на всякий случай майка написана на Qt с 11 версии Autodesk ее перекроили в Qt интерфейс а это значит что имея доступ pipi Qt мы можем делать с интерфейсом многие вещи в частности делать виджеты которые строятся в интерфейс как родные но кое-что можно делать и по дефолту в майке есть инструментарий с MDS который позволяет делать окошки так допустим откроем такую панель которая сразу может сказать ответить на вопрос что может сделать Python для динамики в майке конечно solver нельзя написать в майке вот такую штуку можно панелька которая работает с динамическими нодами при этом вот эти все виджеты они ну можно сказать есть в майке по дефолту PyQt можно не применять а вот такие вот списки уже не сделать то есть это чисто PyQt штука вот вот эта панелька позволяет сделать быстрый доступ ко всем нодам ее параметрам кроме того я здесь вывел только те параметры которые мне нужны вот еще такая фишка если у нас несколько нод скажем это тоже да обычно что мы делаем чтобы настраивать параметры либо выделяем ноду идем в атрибут editor начинаем крутить да либо если несколько нод то идем в channel box и ищем здесь эти параметры вот а с этой панелькой я сделал так что можно выделить несколько нод и крутить сразу их параметры через можно сказать атрибут editor одновременно небольшое такое расширение функционала майского кроме того есть опять же такая штуковина для работы с кэшами где нету никаких путей или параметров там fps или чего-нибудь такого я нажимаю там create он создает кэши уже знает куда их положить нажимая load он знает откуда их достать плюс еще в проекте просчитывать это на сетевых машинах может быть доделаю так ну это довольно такой простой пример то есть практически дефолт но как можно расковырять майку так что сделать сделать то что скажем ни на мэле ни на питоне вообще нельзя но можно на pyqd так это закроем открываем примеры вот первый пример это добавление в меню в майке есть возможность через mail или питон добавить в эти менюшки свои пункты но сколько я знаю только в конец с использованием с использованием pyqd я могу захватить эту менюшку вот я жмакнул и ставить в начало еще и иконку поставить вот иконки вообще никак нельзя на майке сделать на мэле или на питоне по дефолту на pyqd можно потому что я получаю этот объект как qt объект и делаю с ним вообще что угодно следующий пример toolbar добавляется кнопка сюда сами понимаете никакого доступа через дефолтные команды сюда не может быть автодески этого просто не рассчитывали а через qt можно достучаться до любого элемента интерфейса вставить куда угодно чего угодно другой пример такая сцену открою новую channel box к примеру если есть объектик у нас есть эта менюшка я давно хотел уже сделать такое вот недавно сделал для каста для этого вставка сюда для аниматоров каких-то полезных штуковин потому что аниматоры я думаю часто пользуются этой менюшкой именно в channel box так нажимаем channel box появляется три новых пункта копирование и вставка значение атрибутов еще и connect как гудини функционал то есть взяли объект сюда подвинули к примеру ну куда-нибудь копировали здесь выделили вставили очень логичный функционал которого почему-то по дефолту нет здесь есть copy selected paste но это работает с коннектами с кривыми то есть копировать входящий connect кривой да и уж тем более copy connect вот таких штук нету когда я коннекчу быстренько только через connection идитор с помощью пакете я могу это добавить сюда причем любое место сейчас я конечно добавил вверх это немного куражит в первый момент можно по-быстрому нажать не туда ну вставить куда-нибудь там в серединку или сразу после часто используемых функций так кроме менюшек можно вставлять скажем вот сюда да вы знаете что здесь у нас два аутлайнера на самом деле по дефолту но этот виджет он может вмещать в себя несколько других виджетов например аутлайнер где он вот он появляется новый виджет этот виджет сам по себе также написан на pyqt он вводит на список шейдеров если я сейчас наделаю из шейдеров такой мини аутлайнер для шейдеров причем можно и размерчики крутить до максимального который в майке может быть и все это функции функции деклирует как в обычном гипершейде тоже написано на pyqt ну конечно шарики это дефолтные майские виджеты которые здесь и здесь вставляются но с pyqt с помощью pyqt я их выдрал и сюда вставил так дальше кроме этого можно вставлять в окошки открывающиеся то есть ловить события открывающихся окон что окно открылось и ставить в него что-нибудь например такой простой пример ничего не произошло открываем гипершейд а тут анимашка то есть по ивенту открытия окна оно конвертится в pyqt элемент находится вот этот виджет с табуляшками и создается новый таб сюда вставляется что-нибудь что угодно в частности вот эта штука должна была здесь находиться ну пока здесь дальше кроме работы с окошками можно еще работать с нодами например например есть такая нода я имею ввиду темплейты давайте на мэле network сама по себе она я даже не знаю что делает но у нее ничего нету атрибутов никаких это по дефолту у всех нод есть экстра ничего нету поэтому я решил на ней поставить эксперимент вот такой я в темплейт ее ставил viewport он рабочий обычный так я сменил выделение конечно все слетело и мой network вот он вот обычный рабочий viewport при этом не отображаются как их называть манипуляторы вот что-то он меня темноват эта штука полезно бывает для таких случаев когда знаете аниматоры то есть ригеры создают для аниматоров фейсетап с помощью камеры и руля камера зафиксирована рульки там находятся на фоне картинок их двигают тут их можно вставлять уже сразу как конкретную ноду какую-то скажем контрол который отвечает за фейсетап ну или же как показывал с динамической тулзовиной вставлять в нее viewport viewport это дефолтный майский его можно сделать помощью обычного питона или мейла даже вот но вставить его в темплейт просто так не получится это через PyQt сделано вот но это обработка майских виджетов что насчет своих виджетов то есть как я могу нарисовать свой виджет скажем вот любая кнопочка или рулька там менюшка это алгоритм который описывает как выглядит квадратная область тут то нарисуйте какую-то рамочку здесь градиентик там текст напишите и так далее вот можно сделать то же самое на PyQt например я создаю такую ноду в которой изображен график эта нода она получает на вход какое-то значение выдает синус я могу задавать длину волны и высоту на выходе получать необходимое значение вот но я к ней прикрутил еще такой виджет довольно простой который отображает мне график как это все происходит это написано опять же все на PyQt просто так на бетоне этого не сделать давайте сейчас скину еще ссылки посмотреть если что я чат не читаю пока что так и перейдем в нюк нюк где-то нюк так возьмем какую-нибудь картинку создадим грейт обычный грейт так но здесь показывать нечего все знают дальше питон ой не питон нюк тоже написано по икут и мы имеем такой же доступ как и в майке находим экземплы для начала создам веб-браузер это дефолтный пример экземпл из поставки мы имеем панель веб-браузер которая вставляет браузер правнюк это обычный браузер потенциал этого примера в том что вы можете создать свои онлайн библиотеки то есть ссылка здесь будет не google.com а конкретная ссылка на какую-то страницу допустим где библиотека лютов находится адрес допустим нельзя менять только на этой страничке ходить и все все ссылки через линки там через кнопочки весьма удобно онлайн потому что она всегда актуально будет если админ не лентяй и так далее вот мой пример заключается следующим great открывали да теперь я запуская qt color correct открываю great еще раз теперь здесь есть три такие рульки это тоже кастомные виджеты но они теперь интерактивные то есть я могу рулить на них с помощью мышки чего то в данном случае гамма мультиплай там гейн что нибудь крутить они написаны на питоне с помощью алгоритмов это не картинка и вставлены сюда с помощью пайкюти ну на питоне на пайкюти конечно нарисовано пайкюти умеет работать с графикой это не специально для этого средства эти рульки крутят тремя параметрами здесь обычный коннект но я здесь по-прежнему могу управлять и стандартную вот эту крутилку который который добавили в восьмом и чем угодно как бы функционал остается но добавляется новая панелька с новыми виджетами если открою скажем color correct здесь тоже три эти виджета но я могу насылать сколько угодно они уже управляют другими параметрами характерными для color correct здесь наверное будет примечательный пример скажем хайлайты подкрутить там тени задавить что нибудь куда нибудь убрать вот в чем плюс таких разработок во первых опять же я ее сам пишу значит я могу строить в нее любой функционал который мне нужен она изначально предполаг предназначалась не для этих нот color correct здесь и так своего хватает а для своей гизмы которую я напишу и вставлю в нее свои виджеты красивые так во вторых она может ну скажем такого там нет два варианта я могу создать здесь руляк сколько угодно каких угодно для тех задач которые не нужны так пока с этим закончили с нюгом это кстати опять тот же самый алгоритм который использовался и в гудине для рампа и коп операторе и соп все одно и то же так ну что spike UT пока закончили я думаю поняли как может быть встроен в программы особенно в те которые которые сами написаны на Qt насчет гудине там проблема он же не на PyQt написан непосредственно встроить в него я не могу но я могу с помощью тузы которую с айды написали внедриться в процесс его в гудине то есть как бы окно получается дочернее этому процессу если я закрываю окно то окно гудине то и окно закроется но она к нему можно сказать боку перепеку так единственный его плюс в том что он можно прямо в этом окне импортировать хоу модуль и работать с гудине но я все посмотрю в ту сторону когда написать стендалон и общаться с гудине через сеть например через модуль рпик это хороший модуль такой который позволяет как бы удаленно импортировать модуль я нахожусь на одном компе специальное там действие произвожу и я получаю как бы доступ к другому компу как если бы я за ним сидела я пишу команду а выполняется на том компе классный такой модуль правда иногда глючный так теперь перейдем к стендалонам это мы закроем да все пока закроем плавно переходим к стендалонам я наклепал тут несколько примеров вот обычный стендалон программка такой простой конвертер картинок вот что значит стендалон это значит что он не привязан никакому софту да но в данном случае это не полностью стендалон это все таки по прежнему питонский файл где он есть вот питонские файлики которые при запуске запускает интерпретатор который у меня на компе установлен и использует библиотеку PyQt которая у него уже установлена и так далее вот как сделать его полностью стендалоном для этого для этого есть специальные утилитки Py2xz как минимум самая популярная которая конвертит питоновские приложения в обычные экзешники windows я сделал три примера сейчас расскажу об особенностях конверта первый пример это вот этот файл и пакет вот здесь немного кода это код для окошка в пакете код для кнопки все вместе это выглядит выглядит вот так окошко с кнопкой кто ничего не делает так весит это добро 16 килобайт на диске размер 1 и 2 килобайта даже так а здесь в папке то же самое только скомпили на vxz смотрим размер 32 мегабайта все потому что чтобы быть независимым теперь этот маленький скриптик тискает с собой и питонский интерпретатор и всю библиотеку qt gui для интерфейсов там qt core для создания дельных аппликейшенов скажем так и экзешник маленький на 25 килобайт который собственно все и делает то что я написал то же самое получается ну размер вырастает конечно значительно но это не значит что если я сейчас напишу на 500 килобайт скрипт он у меня будет весить 5 гигов просто в него обязательно включатся все те же библиотеки например следующий тот же самый рад конвертер здесь лаунчер и рад конвертер сам 600 килобайт даже 550 экзешник 28 мегабайт работает точно так же так и последний и последний пример так раз два три двести тридцать килобайт здесь уже 44 мегабайт таскает он с собой еще больше все что взять с собой определяет как раз модуль который конвертит так насчет модуля он работает очень просто нужно создать такой скриптик маленький указать какие-то параметры несложные есть в интернете куча туториалов как это делать и его запустить определенным образом там очень все просто единственное есть одни несколько замечаний во-первых требуется эта библиотека которую я в принципе легко нашла в интернете во-вторых питонщики любят сделать относительные пути относительно скрипта в котором сейчас находится в файле есть специальная переменная которая говорит где находится этот файл и можно отрезать в него кусок имени этого файла мы получаем папку в которой мы находимся относительно этой папки найти какие-то ресурсы так вот если этот файл упакован в экзешник то никакой папки как бы и нету там нужно использовать уже другие средства вот ну и там относительно импорт не работает если вы питоне немного соображаете то поймете что это такое далее в принципе с экзешками я думаю проблем не будет у вас больших там надо именно писать код с учетом того что это экзешка будет некоторые моменты с ресурсами там есть их лучше компилить в вебинарнике как раз чтобы не использовать эти пути но остальном как бы все просто теперь остается поговорить какие возможности есть у стендалонов открываем следующий пример ну чат я уже показал deadline timer простая тулзовина которая делает виджеты на рабочий стол например я задаю какое-нибудь задание закончить каст виджет или мастер-класс скажем 21 22.00 окей появляется виджет который я размещаю на рабочем столе и он мне так висит могу наделать кучу этих виджетов все здесь что примечательно что по iqt он кросс платформенный он знает как работать с определенная операционная система в которой находится в данном случае я использую возможность ставку в трей видите нету никаких кнопок в тулбаре она сидит в трей на своей менюшке и так далее и если я запущу этот же скрипт на линуксе все будет то же самое то есть мне практически ничего особо переделывать не нужно там главное учитывать работу с путями в линуксе и в виндовсе в питоне есть специальные средства которые если использовать то опять же заморочки пропадают другой пример чуть сложнее десктоп меню он использует библиотеку которая написана специально под windows на питоне пай вин называется с помощью нее я в виндовсе объявляю горячие клавиши просто так это сделать в пайкуте не умеет это горячие клавиши открывать виджет опять же какой то это типа таб меню для винды вот этот автокомплит это готовый практически класс в пайкуте ничего там делать не нужно ему говоришь список файлов или список имен которые нужно автокомплитить и он сам остальное все делает я могу вызывать приложение свои через такую менюшку удобную через которая висит на hotkey да и так далее и такой же hotkey для выхода а уже выскочил то есть если вам нужно внедриться в систему конкретного операционного допустим windows для этого уже написаны средства вам остается их скачать посмотреть как они работают и заиспользовать да и еще я этому скрипту скармливаю кучу ссылок ярлыков виндовых и он их открывает и смотрит ссылку где находится программа тоже с помощью модуля который работает с виндовыми ссылками так дальше переходим опять пайплайну немножко project manager такая менюшка которая вверху тут вылазит кстати заметили у меня всегда аскетичный дизайн такой это не значит что ограничено этим можно нарисовать что угодно с помощью стайлинга так это запускалка как раз программ в определенной среде например открывая гудини опять диск заснул раскручивается вот открывается запуска запускатор проекта выбираю нужную версию выбираю проект старт пошел гудини при этом гудини загружается в нужное окружение как раз переменных и проектных если мы зайдем сюда variables variables видим что job например стоит как раз тот проект который нужен если я открываю append тут объявлены новые переходы там папку рендера референсы и так далее подгружены новые библиотеки нужной библиотеки может быть даже для конкретного проекта так где они вот здесь вот дефолтные дефолтные а потом пошли мои которые загружаются благодаря тому что я правильно объявил переменные перед стартом гудини кроме того этот же менеджер тот же самый виджет можно открыть и в самом гудини видите здесь стиль пропал потому что мы в гудини находимся здесь можно только установить проект новый укажем set project ну и соответственно пока ничего не работает потому что я его в торопях писал чтобы вам сегодня показать кое-что еще не допилено но это все как бы мелочи то же самое могу открыть майку выбираю версию выбираю проект и она стартует в том же самом проекте и опять раскручивает диски что ж такое сейчас секундочку перерыва и поехала майка вот эти вот сплэш скрины заменяемые это так же результат этого в раппера project manager открываем project windows настройки проекта включая кастомные какие-то пути проект и так далее и так далее мои менюшки подгружаются мои плагины подгружаются которые лежат в определенном месте и так далее как раз это и есть запуск с определенным окружением глобальных переменных для софта те тулы которые работают с путями это уже как бы отдельный разговор они внутри три программы находятся вот и плавно переходим к последнему примеру и последней теме вот к этой программульке это прототип простой такой нодовый редактор вы все знаете что такое нодовый редактор на каких принципах они строятся но написать самостоятельно такой довольно затруднительно было по крайней мере для меня пока я не понял что есть определенные правила существуют да я поздно это понял при построении таких софтов это вообще просто простой такой нодовый калькулятор который ничего не делает кроме как складывает там вычитает числа но вся его особенность в том что я постарался воплотить определенную схему программирования сейчас мы ее рассмотрим если вы только начинающий или уже пишите вам стоит об этом знать называется она модуль модуль вьювер контроллер уже есть открываем википедию открываем картинку почитать вы всегда сможете конкретней вот что означает эта картинка само понятие ООП объектно ориентированное программирование оно свойственно языкам высокого уровня о каком уровне идет речь здесь высокий уровень чего сложности доступа или чего то еще а уровень здесь идет абстракции следующий вопрос абстракция от чего абстракция от того как то же самое представляет компьютер например если вы начнете писать программу на байт коде единицы и нули это отсутствие абстракции если вы начнете писать на ассемблере то это такая небольшая абстракция от только единиц и нулей мы по прежнему привязаны к железкам на которых вы работаете для которых вы пишите и там чтобы сложить два числа нужно около 15 строчек кода ассемблере потом если вы берете basic скажем для складывания числа двух чисел нужно три символа да а плюс б при этом все что происходит внутри с железом с обращением к памяти к процессору вы от этого абстрагируетесь вы не занимаетесь этим этим занимается компилятор компьютер вот эта программа язык на котором вы пишите и абстракция идет в сторону так скажем очеловечивание процесса программирования мы все с вами люди-человеки мы с вами общаемся с объектами обычными объектами вот которые там на старе лежат где-нибудь еще берем их в руки что-то с ними делаем так вот в программировании объектно-ориентированное программирование есть попытка перейти к объектам но только в виде таком в программном виде в коде чтобы создавался образ объекта но кодом и этими объектами являются как раз классы которые представляют объектно-ориентированное программирование так вот при построении архитектуры программы написанной на объектно-ориентированном языке следует учитывать что вы как человек должны во-первых эту программу дописать а чем больше кода тем сложнее в нем разбираться компьютеру то все равно сколько там кода и как он действует он просто выполняет и все но если вы пишете свою даже свою программу через месяц можете в ней запутаться поэтому придумана была такая система не только по этому по ряду других причин который называется модель ViewerController что это значит вот на примере вот этой программы то что мы видим перед собой это Viewer то есть то как данные представляются человеку вот он модель сама сами данные то есть информация о том какие есть ноды где они расположены как они сконнекчены мы ее не видим мы не имеем к ней доступа никакого прямого но мы имеем доступ к ней через контроллер это тоже отдельный объект который принимает от юзера команды в виде там движения мышки да обрабатывает их чтобы они правильные были если что там ошибку выкинет и отправляет модель модель изменяется а потом говорит обновись Viewer а Viewer уже показывает результат юзеру например если я создаю какую ноду такую я начинаю тянуть и отпускаю мышку создается впечатление что Viewer то есть этот нодовый граф законнектил это и потом говорит в базе модели мне тут произошел коннект что-нибудь сделай на самом деле Viewer ничего не делает когда я отпускаю мышку он отправляет сигнал контроллеру который здесь представлен в виде консоли в питонской так контроллер ее обрабатывает отправляет модель а модель только потом уже говорит Viewer обновить все свои коннекты вот исходя из следующих данных я все то же самое могу сделать и с помощью консоли скажем добавить новую ноду потом их также сконнектить как-то то есть это контроллер у него есть два режима либо через интерфейс либо вручную команду так же как в майке там любых других программах вот в чем здесь плюс такой системы мне видится как минимум два во первых это вы сами для себя разграничиваете функционал по объектам этот отвечает за ядро обработки данных этот как это отображается а этот работает командами от юзера и гарантирует не прохождение неправильных данных модель во вторых так как это раздельные блоки мы можем их легко заменить на другой то есть модель отправляя данные во вьювер она не знает куда она их отправляет ей все равно куда она отправляет нап отправляет определенный формат этих данных а кто получит ей все равно то есть эти ноды могут отобразиться и как здесь отображено может древовидным списком может пойти в веб интерфейс еще куда-то а модель для них будет все одна и та же мы можем менять эти вьюверы контроллеры но юзера тоже на всякий случай вот и такой пример из майки вы знаете есть такая нода как инстансер берем полигоны она нужна чтобы нам инстансить объекты на рендере чтобы множество объектов у нас не занимало много памяти да такая экономия памяти как делаем ее по дефолту выбираем плоскость делаем динамику так все это тормозит закройся делаем emit from object переключаем surface обнуляемся скорости вроде бы обнулены выключаем всякие коллизии вот так так и поехали партиклы рождаться да далее выделяем объекты нужные раз потом партиклы ой вернись инстансер есть еще пара там манипуляций с атрибутами чтобы разные объекты возникали и готово куча объектов будет моментально у нас рендериться только надо подождать пока они все нагенерятся смотрим сетку только нам нужен инстансер смотрим что здесь происходит во-первых объекты которые мы раскидываем по мэшу только они не переключаются тут нужно поднастроить что-нибудь и главная связь это то что идет от партиклов к инстансеру какая-то инстансер дата в input points какие-то данные что мне мешает взять написать ноду которая делает по нужным мне алгоритмам вот эти данные для инстансера а ничего не мешает собственно мне такое что мешало а вот Алексей опять же со своим копером такую штуку сделал то есть он прикрутил копер свой к инстансеру и дал возможность не генерировать меш а создавать данные так только нам нужен суб потому что это нынче в суб встроено так фризим все трансформы для чистоты эксперимента вот и у нас открывается нода в которой я могу оперативненько менять количество объектов например сейчас инстансер скажем геометри откройся нода вот количество объектов оперативненько ничего генерить не надо все рандомы тут же накручиваются и так далее смотрим сетку копер нода editor вот пожалуйста копер вставляется в инстансер если инстансер посмотреть все то же самое только теперь другая нода передает эти данные то есть взаимозаменяемость между элементами алгоритма и этому этой ноде абсолютно пофигу кто ей дает эти данные главное чтобы они были правильные она их применяет так как умеет а этому все равно куда он их отправляет опять же главное чтобы совпал формат этих данных в общем то это был основной посыл про эту систему если вы только начинаете писать или собираетесь начинать то не забудьте что в какой то момент вам нужно будет задуматься о том чтобы разделить функционал например интерфейс в частности это относится к интерфейсам чтобы за интерфейс зажимайки по кнопкам отвечал один класс а то что они делают отвечал другой класс это будет вам же легче разбираться в своем коде а если вы уже активно пишите посмотрите какие бывают эти парадигмы всякие принципы моделирования архитектуры может быть станете вам более комфортно писать лично я когда сделал этот пример именно по этому принципу понял что насколько это удобно и конечно структура сложнее каждая нода это еще отдельный класс и вот это отдельный класс коннекты но это уже в принципе не важно что ж на этом у меня все сейчас я смотрю вопросы из чата так первый же вопрос курсы даете курс я сейчас пишу для одной школы если вы подписаны на рассылку вы все получите информацию а так личный коучинг любой момент так скрипт студию не знаю какой скрипт а как получить сорцы сейчас я публикую новую тему уже же все кто оставит там отзывы получат незамедлительно сорцы все остальные могут смотреть только запись дальше если если где курсы программированию все джи да я думаю есть я собственно делаю такой курс скоро будет далее есть скрипт на шелфе в мае есть ли возможность при зажатой control выполнять в этом скрипте другой чтобы не плодить однотипные да это по дефолту прям есть можно при нажатии на кнопки в мае на месте курсора генерить любой виджет вообще там выбирать какой-нибудь другой вариант даже в принципе вообще неограниченно хоть что зажимайте так вопрос сложно ли будет реализовать конвертацию рига из гудини в майку не уверен что на питоне такое получится конечно я скоро буду делать такой риг только в обратную сторону из май в гудини потому что в гудини больше возможностей по ригу именно в той задаче которую я буду делать поэтому мне надо будет собрать анимационный риг для переброса макапа на него а потом чтобы сделать так чтобы этот риг я перекинул в гудини смешем с кином с развесовками и потом можно было экспортить анимацию из майки в гудини есть ли пример работы питона в 3д макс не я в 3д максе не работаю там питон недавно появился я кое-что пробовал там делать но пока не очень удобно так просьба если рендер гуи не коммерческий поделиться но дело в том что он я его писал конкретно под себя не знаю пойдет ли он вам чтобы он делал все что угодно я не рассчитывал если вам пофигу то когда доделаю то может быть он мне сообщает что каст пора закончить дальше для какой школы все джи тариан будет я думаю через пару месяцев допишу сейчас я вам скину ссылочку если мой интернет разогреется или наоборот остынет так пока пишите вопросы с учетом того что задержка идет исходники нот билдер я не сказать я не скажу что я жадный я могу дать вы них ничего не поймете я сам уже ничего не понимаю то есть там достаточно много всего и такое надо сесть и написать все таки я делаю первый раз такой вот компакт комплексную задачу я уже знаю что следующий раз я буду делать иначе поэтому не советую так все я аксесс уже разрешил далее вопросы пожалуйста кстати в два часа уложились классно сегодня я показывал простые примеры специально того что можно было вам их скинуть и вы не были ошарашены тем что там написано там довольно есть простые примеры мало кода только мне будет их немного рихтовать напильником вот а сложные такие вот комплексные задачки но пока не думаю что стоит это делать если кому-то очень надо в личку пишите возможности да я мало возможностей на самом деле показал может мне фантазии не хватило сделать можно намного больше так ну мне мой дедлайн говорит уже пора заканчивать есть еще вопросы тут кстати даже слайдик есть еще немножко подожду полминуты пока здесь читаю можно 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 на питоне написать секвенс 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 ционный редактор асов скажем на банальные теги что-то по серьезной пути и т.п. я не знаю что такое секвенсорсный редактор что это значит аутлайнер для шейдеров это на самом деле был тест я сейчас делаю полноценную программу где будет могу показать кстати сейчас у меня тут еще ссылочки были а я кажется все раздал на всякий случай я их еще выложу в ЖЖ например ну там где будет запись сейчас я покажу правда он не совсем рабочий может только начал не удивляйтесь если будут косяки за ним всего один денек работал хайпер 3 это типа гипершейда только здесь уже нод редактор а здесь эти шейдерки например если я сделаю тут шейдеров они тут появляются ну и основная фишка в том что я могу сделать папочку перекинуть туда шейдерки они здесь теперь у меня лежат еще одну папочку то есть такая ой мимо структурировалка я давно хотел уже такую штуку сделать ждал пока майки появится не дождался но она сейчас пока криво работает здесь будет отдельно для текстур и сейчас наделаем текстур здесь текстура отдельно видите даже не все показаны и библиотека которая вряд ли у кого-то заработает кроме меня потому что буду писать под себя скорее всего вообще посмотрим вот но не будем пока мучить он еще не готов так еще пару вопросов можно студию секвенция асов если ты имеешь ввиду работу с файлами то это первое задание при изучении питона это все элементарно если использовать регулярное выражение что само по себе не очень элементарно оно полезно то у вас не ограничены возможности при обработке секвенции можете организовать поиск секвенции вот как в нюке сделано можете скажем разобрать по юзерам кто их сделал кстати да еще один примерчик есть в виде прототипа правда экземпли файл диалог файл файл диалог для открытия файлов вместо майского файл мне не очень нравилось то что есть по дефолту поэтому я здесь сделал полный список папок которые существуют в проекте здесь сделал дерево каталогов а здесь собственно файлы для открытия эти штуки ничего не делают но здесь опять же можно по юзерам посортировать или показать только конкретного юзера только последнюю версию какие то дефолтные майские команды которые так есть опять же эта штука пока ничего не делает поэтому я не включил в основной поток примеров селектор я показывал на прошлом занятии тоже на пайкете сделан здесь такие смешные чуваки это графические виджеты на пайкете сделаны тот что мог забыть ну в принципе достаточно кстати таймлайн очень глючный пока виджет замена дефолтного таймлайна который может двигаться без привязки к кадрам тоже но он тоже пока ничего не делает этот был тест ничего не работает кроме выхода так так дальше сайт или страничка сайт на сайте на моем есть раздел download кто-нибудь напишите так по каким источникам выучил кути во первых я начинал не сам учить мне помогал артем ягодин то что знал он мне рассказывал я его мучил с теми вопросами когда мы еще вместе работали ну а потом сам по интернету по форумам по мануалу дефолтному официальному так оверфлоу помогает там много очень ответов на вопросы google собственно в риге мне ничего особенного это все заготовки пока ничего не работает это блин шейп какая-то я даже не помню что делает пример из какого-то тутора спайный рик я показывал сегодня а вот эта штука replace shader to vertex color я ее недавно сделал мне очень бесило когда я импортирую анимационный рик и вместе с ним получаю кучу шейдеров референсных не импортирую а референсию я сделал такую штуку которая эти шейдера заменяет на vertex color я референсию на риг я гипершейт чистенький сейчас я фриланс написание тузов под заказ нет я не пишу тузы под заказ ну в смысле не просят а так то запросто друзья просят иногда у меня сейчас в fx основной заработок fx иногда архивис если уж совсем плохо так ну а по теме вопросы если хотите научиться вам конечно лучше идти на курсы я вот сам учился с человеком который мне правда все это и так рассказывал что знал где-то через месяца 7 я уже перетянул на себя весь ринди нашего отдела ну не весь а вот именно те тузы которые артем начинал писать через полгода он меня спрашивал как там что работает вот но это опять же при помощи артема и еще миша там был левин михаил помогал поэтому без учителя не знаю даже что да если хотите узнать узнавать когда у меня курсы какие на рассылку пожалуйста подписывайтесь да и в личку можете писать неважно только не все сразу все узнаете вовремя личные такие вот семинарии это в любой момент так ну раз в чате вопросов больше нет прошлый пример прошлый раз был пример с контроллером чего довести до финала контроллер контроллер не помню xbox контроллер или rig контроллер в rig я только допилил китишный вот этот виселку с интерфейсом который теперь можно закинуть что угодно xbox закинул забросил этот проект потому что там надо иначе работать через майские классы встроенные для макапа так ну я думаю все то да спасибо что присутствовали сегодня довольно немало человек было приходите еще на движухи чтобы не пропустить опять же надо подписаться на рассылку ну и всем удачи так вопрос ну почему майя что значит почему майя давай уточняй почему майя что ты сейчас вопрос говоришь о том почему вопрос даешь том почему в пайплайне у меня майя да хороший ответ потому что гудини связка между майя но я вроде все рассказал между моей нет там было два варианта через как через копипаст через буфер обмена и через сеть это посмотришь записи если пропустил ладно я вижу адекватные вопросы закончились пошли более интересные так что все я завершаю всем пока еще раз присыпаю я